здоровенькие были подписчики мопеда раритетовича сайта вагнерленд.ру с вами снова илья механик и это 6 серия видеоряда перекличка и будет она посвящена 36 модели рижского завода саркана звайзна рига 2 136 тела модификация 02 двигателем в 501 м рождение данного мопеда в цвет мы будем обязаны все мопедисты которые полюбили этот мопед сотрудничеству с чешским чехословатским заводом таралова в 1988 году который вступил в кооперацию с рижским заводом и стал вставлять корицы свои мопеды вернее моторы бабета м225 на раму ригу мини но мотор тут сладкой корицы не становился поэтому пришлось полностью перекраивать раму и в итоге привычный нам бензобак перекочевал под пятую точку водителя в дальнейшем рижский завод видя по своим объемом что он может и не только набжать своих чехословацких партнеров рамами адаптировал рам уже под отечественный двигатель вайра и так двигатель в 501 м рабочим объемом до 50 кубиков диаметр цилиндра 38 миллиметров работы рабочий ход поршня 44 миллиметра выдавал две две десятых лошадиных силы оснащался карбюратором к 60 в воздушным фильтром акустическим фильтром выпуска и сменно фильтрующим элементом рама была трубчатая сварная подвеска передняя механическая телескопическая задняя подвеска маятниковая на пружинных амортизаторах имела очень маленький ход бак как я уже ранее говорил перекочевал под пятую точку водителя это мне кстати напоминает конструктивное решение с явой 05 если кто помнит 66 года она тоже выпускалась слова словно одном из словацких заводов в павашской быстрицы которого оборудование скорее всего инженеры перекочевали кораллово потом были переведены передняя вилка мела складывающийся руль колеса на данный мопед устанавливались размерностью 30 на 10 вот именно данной модификации были применены барабаны и ступицы от риги мини полная унификации как и любили в союзе выпускался данный мопед по многим противоречивым показаниям именно вот эта модификация подавая ростовский двигатель с 89 по 98 97 годы вообще рама стеллы впервые для советского и постсоветского пространства имела просто нереальнейшее многообразие применяемых двигателей вот давайте пересчитаем двигатель баба м225 двигатель в 50 в в 501 в 50 м в 501 м до 14 потом был двигатель тоже двигатель до замет еще какой-то английский двигатель я уже не помню и даже дырчиком двигатель вкладное было рама в общем нереальное множество но вы конструкция вот стандартного двигателя вайроса проигрывала многим мопедом того времени спрос упал плюс детишки наследников отсудили многие многие производственные помещения и новые в общем-то общий кризис казался на производстве этих мопедов крылья устанавливает как пластиковые впереди и сзади плюс дополнялась это все красивой капотировка из пластика которая на морозе любил отрезка и вот вот эту деталь очень тяжело найти данный мопед в моем гараже был третьим был куплен в августе 2011 года по факту была только вилка рама бак заднее колесо переднего кольца не было бы был только было только ступика и дальнейшем уже за годы доукомплектовался двигателем который на данный момент был заново перебран по-нормальному доведен до ума по советам нашего дедушки лахнера любимого был приведен в чувство выведены все окна и как я недавно снимал видео данный двигатель без нагрузки может выдавать 9000 оборотов в минуту доведенный до ума скорость максимальная у мопеда была в районе 40 45 километров в час ну по заводу и такая маленькая скорость была продиктована такими маленькими колесиками если были колеса на 16 то за полтинник уходили но подбором звездочек можно по моему тоже будет идти за 50 километров в час тех состояния как вы видите тут не хватает еще подножки доработать привод заднего тормоза он разбит ну и скоро в течение двух недель мы отправимся на тело челлендж противником будет стоило 134 с бабе таскин двигателем моего знакомого коллекционера сервера из новомосковской и мы уже знаем чья стелла чешская либо наша перец отечественная рижская по факту она не наша но латвийская будет лучше ждите стала челлендж результатов отчеты будут ведь ли они запущу я в прошлый раз когда снимал видео прокатился ним и забыл на вас закрыть краник в итоге выража была красивая лужа из двух литров бензина так что извините ребята хоть вы просите запустить но и я сегодня это сделать не смогу спасибо всем за внимание всем пока